Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконник», глава 25. И в этом месте, в этой главе, продолжаются излагаться разные случаи и жизни человека, связанные с преступлением, наказанием, браком, разводом, смертью, жизнью и так далее, которые получают оценку с позиции каких-то базовых принципов закона Божьего, закона Моисеева. То есть вот такое вот законодательное у нас здесь идет чтение. Разбираются разные случаи жизни, дается оценка, как должно себя вести в этих ситуациях настоящему, правоверному, верующему, боящемуся Богу, Бога Иудею. В этой главе, 25 главе, речь идет в основном о двух вещах. Это, во-первых, сначала начинается рассказ о наказаниях человека, наказания телесные, а потом начинается уже очень большой сюжет, посвященный супружеским вещам. И там будет много необычного, странного, кажущегося нам чем-то диким, ненормальным и даже постыдным. Ну, читаем и будем комментировать. Итак, первый сюжет, первый пассаж, стихи 1-3 касаются телесного наказания. Итак, евреи и еврей идут в суд. Один из них оказывается неправым, и это вскрылось. Нужно ему наказать. Наказать телесно. И вот как сделать так, чтобы это было наказанием, это было бы уроком, но уроком и наказанием не убивающим, не уничтожающим, не решающим здоровья человека. Как сделать так, чтобы это было наказанием, которое оказывает брат в отношении к своему брату еврею. Итак, читаем. «Положим, два спорящих явились в суд, и суд рассудил их, объявив правого правым, а виновного виновным». Начало хорошее, идут двое в суд, не занимаются самоправством, не устраивают самосуд, не дерутся, не устраивают какую-то вендетту. Нет, идут в суд, чтобы суд разобрался. И как описывает стих 1, этот суд, он правильно разобрался, объявил правого правым, а виновного неправым виновным. Никакого не было в этом суде коррупционного момента, какой-то предвзятости. Все было сделано корректно и справедливо. «И вот, если виновный подлежит бытию, пусть судья распорядится, чтобы его тут же, у него на глазах, положили на землю и дали ему столько ударов, сколько следует за его вину». Вот, видите, значит, очень важные детали. Значит, есть судья, есть расследование, есть вредикт, есть наказание. Наказание такое, видите, наказание в виде ударов палками. И такая деталь очень довольно примечательная. Тотчас же, сразу же. Вот, сразу же на глазах у потерпевшей стороны виновник кладется на землю, и он наказывается. Вот, никакого нет момента отстрочки, никакого нет охватывающего виновника страха, желания убежать, избежать, отомстить. Но ничего этого нет. Есть вердикт, и есть сразу применение приговора. Нужно его наказать битьем палками. И есть, видимо, какие-то разные лекардации, мы не очень знаем этих деталей, но есть подписание. Указана высшая рамка, высшая граница. «Но нельзя назначать более 40 ударов, чтобы брат твой не был унижен пред тобою чрезмерным битьем». Вот, значит, есть высшая планка, 40 ударов, и вот, как известно из сочинения Робинов, была граница 39, на самом деле, чтобы, не дай Бог, там, по ошибке, не дать более 40 ударов. То есть, лучше дать меньше на один удар, вот, чтобы избежать при преувеличении, что ли, да, какой-то указанной высшей границы, чтобы, не дай Бог, не было 42 или 41 ударов, 41 удар, потому что Бог против этого. Вот. Значит, указано. «Почему?» Чтобы не был твой брат унижен пред тобою чрезмерным битьем. Ну, как унижен? Ну, наверное, это уже будет для него слишком. Возможно, будет уже плакать, либо рыдать, просить пощады. Это все будет унижать мужчину, да. Он тебя как будто потеряет, свою репутацию, свое лицо. Но не доводи его до этого. Вот. Видимо, испытано было, что 39, 38, 30 ударов можно перенести, а 42 уже сложно. Так вот, что была граница 40 ударов и не больше, что было указано как наказание за какое-то правонарушение. А, впрочем, возможно, имелась в виду и забота о здоровье человека, да, не сделай его инвалидом, не реши его возможности управлять своим телом, ногами, руками, не сделай его паралитиком, наказывая человека. Все это, конечно же, было учтено и выразилось в указании того, что наказывай, но наказывай не больше, чем какая-то вот указанная граница. Дальше. Не завязывай рот в валу, когда он молотит. Отдельное такое вкрапление, не получающее дальнейшего развития. Стих 4. Ну, что тут имеется в виду? Забота выражена здесь о животном. Да, вот животный. Животное – вол. Когда он работает, вращая тот самый жерно, в котором мы говорили, комментируя главу 24, на мельнице, на молотилке, он имеет желание иногда голову свою опустить и прихватить из чего там, что можно было есть. Зерно, наверное. Да, солома несъедобная. Только, видимо, могут ей солому, наверное, лишь верблюда, скорее всего. Но вот, когда он захочет это сделать, пускай он это сделает. Потому что он трудится, потому что он работает, имеет право, моральное право на часть из дохода, из урожая, который он, получается, помогает получить. И это, друзья, очень необычная вещь. Животное имеет право. Животное имеет, как сейчас принято говорить, субъектность. Его права, они есть, и они должны быть оговорены и защищены. Потому что, что можно было сделать иное? Но есть два варианта, гуманный вариант и менее гуманный вариант. Менее гуманный вариант простой. Бить этого вала, да, избивать, за попытки его взять что-то с пола. Но это не очень хорошая вещь. Бог Библии против этого. Другая ситуация, можно было надеть на голову вала мешок, как делалось часто в других культурах, чтобы он ничего не ел. Ну, вот тоже, видите, неправильно, нехорошо. И, заканчивая разговор об этом стихе, стихе четвертом, заметим, что апостол Павел в послании Коринфянам, первого послания Коринфянам, глава 9, стих 9-10, отстаивает право служителя церковного на доход от своего служения, ссылаясь на этот стих. То есть, почему священник имеет право получать зарплату на приходе? А потому что не завязывай рот в валу, когда он молотит. Священник подобен в своем труде этому животному, он как будто бы обрабатывает не свой урожай. Очень важная вещь. Урожай, который мы помогаем собрать, это урожай Божий. Поэтому мы не можем как какие-то хозяева, как какие-то владыки, как какие-то распорядители, как какие-то, не знаю, узурпаторы, все это вот есть, потреблять. Нет такого права у нас. Но когда мы работаем, мы можем голову свою пустить и что-то с пола поднять, потому что не завязывай рот в валу, когда он молотит. Дальше, дорогие друзья, новый сюжет, новый описывается, кейс или случай из жизни древнего еврея, древнего израильского общества. Обычай ливерата, в наше время полностью отсутствующий в европейском обществе и в России. Такого у нас не было уже последние, может быть, тысячелетия не было такого у нас. Но раньше было везде это, или очень была частая вещь, повсеместная практика, ливерат. Объясняю, что имеется в виду. Итак, ливир, это есть слово латинское, то есть было и там такое получается, в латинском, римском обществе, правда, древнем, архаическом, патриархальном обществе, но было. Итак, это есть деверь, это есть брат мужа. Так вот, брату мужа предписано было, не то, что можно было, ему нужно было так поступить. В случае смерти своего брата, когда у него была жена, у этого умершего брата, и у жены не было ребенка, он должен был оказаться ее мужем, стать ее мужем, чтобы помочь ей завести ребенка. ребенка. Впрочем, не стать мужем, да, там не было момента какого-то бракосочетания, она наделась его женой, она оставалась вдовицей, у нее появлялся ребенок, и ребенок считался сыном умершего человека. Не сыном своего реального генетического отца, но сыном умершего человека. Вот, и в этом отношении очень важна деталь для израильского общества, эти вот моменты юридические были важнее реального кровного родства. Например, в этой связи как раз Иисус считался сыном Иосифа, получал полноту прав полноценного израильтянина, был членом общины вот своей, лишь потому, что Иосиф сказал «Он мой сын». Хотя всем было понятно, и ходили разные слухи, и разные сплетни, что Иосиф точно не было его сыном. Но, видите, моменты юридические, связанные с признанием родства, вот, это было важнее, чем реальное, кровное, вот, родство, происхождение от какого-то конкретного мужчины, еврея. Так вот, описывается такая ситуация со стиха 5 и дальше. «Если братья жили вместе, и один из них умер, не оставив сына, то жена умершего не должна выходить замуж за чужого человека. Пусть брат ее мужа войдет к ней, пусть на ней женится, чтобы заменить брата». Ну да, видите, тут все-таки женится. Я был неправ. «Брак». Она оказывается еще одной, второй, получается, женой, или даже первой женой своего нового мужа. «Первенец, которого она родит, будет считаться потомком умершего, чтобы имя умершего не исчезло в Израиле». Вот, она входит в дом своего деверя, своего левира, оказывается его женой, и получает от этого своего нового мужа первенца. Да, первенец рождается. Ну, конечно же, повторю еще раз, в наше время это и есть вещь, но ненормальная, никакая из религиозных общины не предписывает поступать так в данных случаях, в данной ситуации. Разберем, какие были причины появления этого древнего и отжившего института. Ну, вот, например, такая ситуация, такая деталь. В древнем мире не было таких вещей, как пенсия, пособия, не было профессии у женщин. Женщина не могла быть ни судьей, ни пищем, ни хозяйкой скота, вола. Она не могла работать. Она могла заниматься лишь одним делом, домашним хозяйством. Скажем, точнее, она могла управлять, она могла управлять, заниматься, готовить из того, что ей принес ее муж. Если нет мужа, приносящего ей урожай, не знаю, там, мясо, крупу, молоко, зерно, то нечем ему заниматься. И женщина оказывается воистину решенной какого-то, не знаю, социального, не знаю, покрова, опеки. Она оказывается сама по себе. Вот так вот. И в этой связи этот институт Ливерата дает возможность ей получить защиту. Она оказывается женщиной, стоящей за спиной мужчины. И мужчина занимается ее безопасностью, ее пропитанием, ее комфортом. Мужчина дает ей самое важное, что она может, о чем может она мечтать, дает ей сына. Потому что однажды сын первенец вырастет, получит долю своего отца, которая сохранялась от этой доли, дом там или поместье, либо там стада, или какая-то другая недвижимость, или деньги. И таким образом мать этого первенца окажется царицей в этом во всем поместье. Она будет хозяйкой. И ее сын, ее первенец, любящий ее особенной любовью, сильной любовью, окажется владельцем юридически всего этого богатства. То есть, вот, понимаете, возможность женщине сохранить свое имя, репутацию, получить социальную защиту, получить припитание, комфорт, получить сына, получить в дальнейшем имущество своего умершего отца, точнее, умершего своего мужа, все это изгенерировало понятие, породило понятие ливерата этого явления. А впрочем, еще была очень важная вещь. Ведь, как понималось, жизнь посмертная очень часто в Ветхом Завете, как жизнь в потомстве. Есть потомство, есть жизнь. Твое имя будет сохранено, Твое имя будет частью предания, Твое имя будет заучено, и Твой прапраправнук, называя свородословие, назовет и Твое имя, Иуды, Рувима, Ицхака, Йосефа и так далее. Ты сохранишь имя, хотя этот человек не является реально, фактически Твоим сыном, но Твое имя сохранится. В жизни умершего отца продолжается в его сыне, поэтому сыну очень нужен. Уже из моего повествования понятно, что эта форма сожития, эта форма сожития между деверем и его невесткой, сейчас в этом можно даже увидеть какой-то элемент половой распущенности, у него оказывается во владении, в сексуальном подчинении еще одна женщина, молодая женщина. Но видите, в чем детали? закон предписывает поступать так. А почему закон предписывает поступать так? Потому что был соблазн и было широкое явление желания не поступать так. То есть мужчины избегали этого ливерата по ряду причин ряд причин. И нужно было заставить этих мужчин закон ливерата исполнять. Но вот что могло заставить этих мужчин, используя современный сленг, отмазываться от всех этих обязанностей, от ливератных обязанностей. Но вот мы можем эти вещи проговорить. Но вот например, первый момент. С какой стати я должен заботиться о жене своего брата? Первый, да, видите, значит, это новый род, новая в твоем семействе, новая единица, нуждающаяся в защите, в опеке, надо кормить ее и так далее. С какой стати я должен приводить в свое семейство еще одну женщину? У меня и так трое дочерей, мать у меня живет, жена, и вот будет еще одна, вот тут у нас жить. Это раз. Вторая вещь, которая, возможно, удерживала деверя от вступления в ливератные свои права и обязанности. Он думал так, если она не будет иметь первенца, то имущество моего брата мне придет, я буду богаче, поэтому первенцы нам не нужны, а ты, еврейнка по имени Фомарь какая-нибудь, иди так к себе там, не знаю, в свою деревню, там и живи дальше. Вот нет, нельзя, закон оберегает права этой женщины, заставляя деверя рожать ей, делать ей, скажем так, делать ей сына, делать ей первенца. Это вторая вещь. Третья вещь, ну, возможно, такая какая-то связанная с психологией, да, вот, ну, не нравится мне, ну, не хочется мне быть ее мужем, ну, и такое бывает часто, да, я хочу быть мужем своей жены, и мне нравится другие женщины, может быть, да, почему я должен оказаться ее мужем, той, которую избрал мой брат, покойный брат, да, видите, и поэтому было большое желание как раз-таки вступать в ливератные дела, и закон заставлял иудеев исполнять Божью заповедь, Божье повеление, митцвод, связанные с ливератными отношениями. Поступать так, может быть, некомфортно тебе, еврей, да, неприятно, невыгодно, нерационально, неприятно, я повторю еще раз, неприятно, 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 да, но так надо, так должно, потому что исполняя эти обязанности, ты делаешь много хороших, правильных вещей. Дальше. Если же этот человек не пожелает взять свою невестку в жены, пусть она придет к родским воротам и скажет старейшинам, мой деверь не желает сохранять имя брата в Израиле, он отказывается заменить брата. Но вот, видите, брат умер, да, проходит день, два, неделя, а не торопится деверь в ливератные дела вступать, входить, да, вот, и тогда женщина, жена умершего брата имеет право по эти воротам городским, там, где сидят старейшины, ну, по-нашему, это обратиться в муниципалитет, там, или в мэрию, да, и там заявить о том, что ее права нарушены, то есть этой женщине нужны были эти ливератные отношения, она была об этом заинтересована, понимаете, это не было, как вот часто бывает в Ветхом Завете, очередная эксплуатация ее тела, ее свобода, ее личности нет, женщины очень часто нужны были эти ливератные институты, они сохраняли ее права, давали и гарантии социальные, тогда старейшины города должны призвать его, чтобы уговорить этого человека, если он будет упорствовать, не желая на ней жениться, видите, его зовут, вызывают в мэрию, его убеждают, уговаривают, он против, он не хочет, потому что нужно ему имущество брата, потому что не хочется ему кормить на хлебницу, потому что ему не нравится эта женщина, ну, многие были причины, так вот тогда пусть невестка подойдет к нему на глазах у старейшин, снимет с него, с его ноги сандалию, плюнет ему в лицо и скажет, вот то есть предписано сделать женщине, она имеет право нанести оскорбление своему деверю, она может сделать дикие вещи, да, плевать ему в лицо, снимать с его ноги сандалию, да, и говорить плохие вещи, говорить, она должна так уступить, это есть закономерная ее легальное право, вот так поступают с тем, кто не соседает дом своему брату, вот, и произошедшего от него род получат среди сынов израильевых прозвище род Разутова, видите, дорогие друзья, после всех этих угроз, тебя вызовут в мэрию к старейшинам, тебя унизит твоя невестка, ты получишь новую фамилию, и твои дети будут иметь эту фамилию, прозвище, после этого, я думаю, что были все причины у деверей входить в ливератные все эти дела и давать продолжение роду умершего брата, потому что вот, в принципе, закон оговаривает такие условия, когда ты можешь не делать все это, что, видимо, ясно было, что надо было этим заниматься, как бы это было невыгодно, неприятно и так далее. Так вот, в стихе 9-го и 10-м описывается то, как женщина может унизить своего собрата, соплеменника еврея, а вот ниже оказываются стихи одни из самых тяжеловатых, друзья, тяжелых стихов в Ветхом Завете во всем второзаконии, когда женщина наказывается, она, вообще-то говоря, уродуется за нанесенное оскорбление другому человеку, другому мужчине. Да, то есть, видите, сначала вот описывается, как можно кого-то унизить, можно и нужно, а ниже сейчас об этом почитаем, как нельзя, не дай Бог, как-то вот сделать что-то по отношению к другому еврею. Я вот назвал этот сюжет, стихи 11-12, кейс, когда женщина оказывается в ненужное время, в ненужном месте и хватает рукой не нужно что. Итак, читаем эти довольно странноватые стихи, а потом будем комментировать. «Если двое подрались, а жена одного из них пришла, чтобы спасти мужа от того, кто бьет его, и схватила того человека за срам, то есть, за член, за пенис, извините меня, то отрубите ей руку, не жалейте ее». Вот, дорогие друзья, это и есть святых завестников трезакония, глава 25, и об этом здесь вот такие слова написаны. Ну, опять же, видите, все излагается на примерах, в картинках что-то называется. Есть драка, двое мужчин дерутся, и, видимо, одного из, не знаю, одного побеждают, да, приходит жена, в эту драку вмешивается, ввязывается, и хватает, понимаете, ни руку, ни шею, ни нос, ни ухо, ни вокуса, а хватает то, чего хватать, оказывается, нельзя. Вот, и за это, вот, за все ее ждет для Ветхого Завета очень необычное наказание. Вообще, это есть называется увечья, это очень редкая, друзья, вещь в Ветхом Завете. В Ветхом Завете оговорен принцип, да, лекс талионис, когда око за око, зуб за зуб и так далее, но тут, а что, где здесь лекс талионис, тут этого нету, да, предписано увечья за какое-то другое деяние, и вообще Ветхозавет выступает против увечий, против, он заменяет эти увечья чем угодно, ударами палкой, штрафом очень часто, Ветхозавет против того, чтобы кому-то отрезать уши, выкалывать глаза, нос и так далее, это бесчеловечно, так наказывать нельзя, но тут это наказание, оно озвучено и предписано, какие причины всего этого, вот вопрос, да, и давайте присуждать, ну, что же, понимаете, было причиной этого явления, нетипичного до Ветхого Завета, возможно, какая-то вот гамма причин, да, вместе сошедшихся, обусловили это жесткое наказание, какие причины, ну, вот, например, все-таки это было унижение мужчины, да, вот унижение, когда посторонняя женщина, борясь с ним, вот, использует запрещенные приемы, это его унижает, да, и это, так, так, короче, драться нельзя, и вот, это унизительное, борьба, унижающая его, она оценивается таким негативным образом, ты, женщина, не должна унижать мужчину, как бы ни за что, вот за это унижать его нельзя, за нарушение правил Ливерата можно, а вот за это унижать его нельзя, дальше, значит, возможно, что-то она ей сделала нехорошее, с тем, за что она схватилась, а возможно, она, вот, как написано в комментариях, создала риск для его прокреативного здоровья, иначе говоря, возможно, после всего этого его, ее вмешательства, он не мог быть отцом, да, вот такая, понимаете, ситуация, он не мог оказаться отцом, потому что какую-то травму она ему нанесла, не мог оказаться мужем, не мог оказаться отцом, оказался после всего этого он бесплодным человеком, и вот учитывая то, как высоко оценивается в Ветхом Завете наличие у мужчины детей, там, сына и так далее, вот, вот учитывая все это, и учитывая то, что, возможно, она его изуродовала в ходе драки, вот так вот, возможно, объясняется ее вот наказание. Рука является равнозначным, каким-то вот, что ли, вот, каким-то параллелью, что ли, с тем, что она уничтожила, да, или изуродовала у своего соперника, у своего какого-то оппонента. Кроме всего этого, да, конечно же, член мужчины являлся местным, где находилась печать закона, да, обрезание, обрезание печать закона, печать завета, точнее, завета, не закона, да, и, конечно же, она, получается, оказалась, ну, вот, в ходе своей борьбы касается и этого очень важного момента, да, вот, все это, вот, видимо, вот переплелось, и кое-чего, может быть, даже мы не знаем, какие-то других, вот, другой подоплеки всего этого случая, ну, короче, все это приводит к такому жестокому наказанию, рука ее должна быть отсечена, не жалейте ее. Дальше возникает очередная порция стихов, посвященных честности в отношениях, связанных с имуществом, с бизнесом, с торговлей, почитаем эти стихи, стих 13-16, не держи у себя в сумке двух каменных разных гирек, побольше и поменьше. Видите, гирьки, это мера весов, да, у тебя есть гирьки, когда ты продаешь, используешь одну гирьку, а когда ты покупаешь, другую гирьку используешь, да, нельзя обвешивать, обмеривать, обманывать своего партнера, да, не просто еврея, а просто покупателя твоего, нельзя быть нечестным в торговле. Дальше. Не держи в доме двух разных мерных сосудов, побольше и поменьше, да, вот, нельзя, потому что и в отношении сыпучих разных ценностей, да, зерно, конечно же, в основном, там, либо масло, нельзя обманывать, отмеряя неправедно эти ресурсы тоже. Дальше. Гирька у тебя должна быть правильного, точного веса, а мерный сосуд правильного, точного размера, и тогда долгой будет твоя жизнь на земле, которую Господь, Бог твой, отдает тебе. Вот, видите, очень хорошее обоснование. Ты продлеваешь свою жизнь, делаешь себя долговечным, поступая честно в своей жизни, а всякий, кто делает подобные вещи, всякий обманщик, мерзок Господу твоему Богу. Это очень сильное выражение, мерзость пред Господом, это самые тяжкие грехи, описываются так, да, вот, значит, ты, обманывая своего собрата, торгуя, покупая неправедно, пред Господом мерзок, да, ты являешься объектом его проклятия, наказания. Не поступай так, еврей, и ты будешь жить долго. Об этом возвещают эти стихи. Заканчивается глава 25 указанием на то, как должно себя вести по отношению к тем народам, которые окружали Израиль с востока, а это амалекитяне и прочие их соседи, которые, как считалось, были виновны в том, чтобы делать злое странствующему Израилю, странствующей общине народа Божьего Израиль во время Исхода, когда уже, в принципе, странствование по пустыне было закончено и шли уже в Зайордании, и тогда многие народы вели себя, как описано в книге Второзакония, не совсем благородным образом. Отказывались идти на заключение Завета, отказывались продавать пищу, продавать питье, воду, но начали атаковать странствующие племена, и вот за это впредь, в дальнейшие времена Моисей предписывает иметь к этим народам довольно жесткое или, скажем так, жестокое отношение. Прочитаем, а потом прокомментируем. Итак, стих 17. Помните о том, как поступили с вами амалекитяне, когда вышли из Египта. Встретив вас, они напали на вас сзади и перебили всех отставших, вы были утомлены и обессилены, и амалекитяне не боялись Бога. Когда Господь, ваш Бог, дарует вам мирную жизнь в земле, которую Он отдает вам во владение, Он вас избавит от врагов, которые вас окружают, то сотрите под небесами само имя амалекитян, не забудьте. Ну вот, такой довольно однозначный вердикт уготован амалекитянам, предписана модель их взаимоотношений с Израилем. Ну, скажем, конечно же, опять в очередной раз, что тут мы имеем дело с уровнем риторики, да, должного, да, так вот предписано поступать. Скажем больше, эти тексты сформировались во времена, когда сама проблематика была уже не очень актуальна. Это было время около плена, во время плена Вавилонского уже, или после плена, и тогда ретроспективно многие думали, мудрецы израильские, что хорошо было бы, чтобы было так, чтобы само имя окружающих евреев, хананинских племен было бы уничтожено. И тогда эти племена не научили бы плохому евреев, тогда бы евреи не уклонились бы в это поклонство, и тогда Господь Бог не лишил бы народ его драгоценной священной святой земли. Вот. Значит, что было в реальности? В реальности было многое, конечно же, были и такого рода попытки чьего-то имя стереть с лица земли, были и гораздо более мирные взаимоотношения, торговые, экономические, политические отношения. Было многое, было разное. Но история показала то, что одни племена они исчезают, они уходят в прошлое, остаются в прошлом, другие племена имеют жизни в будущем. И так получилось, что в силу разных моментов, разные были факторы, конечно же, здесь, имя Амариттиан действительно, оно было стерто, уничтожено, а имя народа Божьего Израиль прибывает до сегодняшнего дня. Какие причины были того, что народа одни исчезают, а другие утверждаются, развиваются, сохраняются? Причины самые разные. Это и природа, и климат, и мудрость руководителей, и демография, и прочие, прочие, прочие факторы. Возможно, в случае судьбой евреев и амаликитян сыграл фактор того, как себя вели эти племена, странствующие общины Израиля и местные жители амаликитяне во время окончания исхода евреев из Египта. Дорогие друзья, лекция закончена, голова прокомментирована, всех вам благ, не болейте, из Петербурга портал экзеге.ру Спасибо за внимание. Продолжение следует...